не нравится мой тайминг не нравится экспромт не нравится вальяжная подача жди завтрашнего обзора где будет тайминг 12 минут и заранее написанный текст шалом шаббат котятки смотрите что сегодня у меня на обзоре это викси np01 мышь которая вызвала у меня бурю эмоций и неподдельного олдскульного настроения и лютой эрекции смотрите эта мышь нам сегодня тоже понадобится и это предпоследняя мышь которая вызывала у меня хоть какой-то интерес последний ваксевский интерес такой плотный очень хороший и прям я был очень заинтересован это была rocket com pure all i и на самом деле у этой мыши очень много интересных моментов которыми она вызывает этот интерес во первых посмотрите на нее ну не сказал бы что это веяние 2021 года это раз второе на просцене внезапно до 10-15 процентов оказалось людей которые стали использовать эту мышь внезапно для меня я не слежу за киберспортивной сценой но мне показали табличку и я такой что это такое третье у нее очень очень неплохие технические характеристики в лице сенсора pixar 3389 оптического 24 позиционного колеса хуана 60 грамм неясный что называется и теологии по ресурсу это может быть 20 50 или 80 а может что-то другое но мы об этом поговорим чуть позже у нее отсутствует rgb она не дырявая типа паракорд и у нее нет по и весит она заявленные 75 грамм в общем интересный сплав характеристик которые мне прям сильно захотелось послу посмотреть самое главное мне очень импонирует знаете что философия компании зовы очень жалко что они отошли куда-то в сторону стали заниматься откровенной херней подбором цвета болванок их шириной подсветочка хуеточка разные настройки лакокрасочного покрытия всякая игра с ножками в общем нефту степь нефту степь так вот эта мышка 65 долларов ко мне ехала ровно две недели от 17 декабря до 2 января почему оказалось только сейчас у меня на столе просто я проебал тот момент с извещениями в ящике ну а на почту мне не пришло извещение что ее отправили вот такие вот пироги с котятами ну и давайте разбираться комплект поставки я не буду показывать просто по той причине что там нечего показывать это просто коробка где лежала мыши там даже мануала нет даже маленького стикера скачайте мануал с что называется сайта потому что там нечего скачивать ну ладно разворачиваем мыши смотрим что у нас здесь имеется на дне матовый пластик белые аля зои подобные ножки ну зои подобные прошлых поколений у нас здесь есть пазик для снятия у нас здесь есть три регулировочные кнопки и россыпь диодов и сразу говорю смотрите чтобы понять какие у вас включены настройки просто жмете на какую-то рандомную кнопку хорошо что при нажатии этой кнопки вы не ускакиваете по настройкам вперед почему сейчас они погаснут почему эти диоды выключены они что перегорают они потребляют огромное количество энергии или вы сэкономите два зернышка риса в борьбе с глобальным потеплением что что именно почему они выключаются для чего дипи и 4 позиции красненькие 400 дипи а помимо 400 есть 800 1600 3 200 герцовка вы сами все видите 125 500 1000 и третий параметр это отклик кнопки 2 миллисекунды 48 между ними разницы я не особо заметил но я посмотрел других обзорах все намекают на очень интересную теорию с фиксом дабл клика возник дабл клик на двух миллисекундах переключили на 4 дабл клик исчез возник на 4 переключили на 8 дабл клик исчез наверное вот именно для этих целей она понадобится потому что киберспортивная составляющая лично в моем варианте здесь нулевая но потому что я не котлета сенсор строго по центру проведем здесь линию и она пройдет строго по центру окошко и плюс ко всему это реально середина мыши окошко ничем не прикрыто в плане вокруг него нету ножки но охи ахи по этому поводу оставим тушилу тушил серега привет больше никаких органов управления здесь нету и в принципе смотреть то тут больше нечего теперь про сами ножки они белого цвета на низовой подобной формы и они вот реально вот реально очень и очень тонкие на гладеньких коврах типа гигборд союз никаких проблем нету даже с отсутствующей ножкой но как только вы можете поставить на джаккард я не тестировал и джаккарте просто не хотел возможно у вас начнется трение вот в этой области вы видите здесь сам по себе пластик достаточно матированный если это будет еще грубое плетение джаккарта вы наверное проклянете все поэтому берете дополнительные доллары и при заказе этой мыши покупаете еще несколько комплектов ножек там есть увеличенной толщины это наверняка вам поможет и минимизирует риск трения о жесткий джаккард кабель кабель у нас смотрите начинается за такой защиты от перегиба она достаточно длинная чуть чуть вверх смотрит и она хорошо поднята над ковром кабель у нас а-ля паракорд два метра и наверное то что он два метра это единственное что в нем хорошего я не просто так сейчас покажу вот эту штуку это держалка газовый и вы видите как он стоит пружиной если написано паракорд то это должна быть ну реально кабель который лучше в некоторые моменты 90 процентов рынка но это не эластичное это не легко и это не удобно этот паракорд здесь только для маркетинга этот кабель говно это я не знаю это это даже не ровня досадоровскому кабелю досадоровский кабель раза в два лучше не говоря уже про маленькие тоненькие кастомные кабельки поэтому это единственный забегая вперед объективный минус этой мыши но это вот ни в какие ворота не лезет мне больше нечего сказать хорошо что он двухметровый больше нечего мне об этом сказать смотрите по форме не зря я джи про варилась сюда притащил они очень очень схожи если закрыть вот эти нижние половинки то ну ну совсем схожи вот я так скажу ну совсем схожи прям вот капитально похожи и смотрите они реально похожи до такой степени что я различия между ними выделю всего три смотрите ложбинка под большим пальцем у зигина более выраженная в то время как у джи про вайлос она такая плосковатая если присмотритесь я думаю тут все видно и посмотрите какая талия у зигина соответственно у нас здесь дополнительный упор дальше смотрите вот эта часть если разделить мыши на две половинки и сюда вот в эту часть боковую надуть ботокса джи про вайллос то получится зигин что меня бесило и бесит в джи про вайллос несмотря на то что я уже больше полугода на ней вот прям люто задрачиваю в колду большой палец достаточно плохо он цепляется за эту боковину хочется наклеить резинку а во вторых вот эта костяшка мизинца и безымянного она упирается вот в эту часть и просто висит просто висит в воздухе наминает наминает и еще раз наминает некуда ничему деться в то полноценный хороший упор для мизинца и безымянного цепкость у зигина лучше чем у джи про вайллос и третий момент зигин сделали покороче если бы джи про вайллос вот здесь сделали талию а здесь бы надули то мышь бы получилось ну реально монструозная очень крупная а за счет того что зигин и и укоротили добавив вот эти два элемента мы получили по субъективным ощущениям мышь такого же формата как джи про вайллос и она реально ощущается как симметрия симметрия которая подстроена под вашу руку не эргономика куция не еще что-то а эта симметрия физиологическая как бы это странно не звучало в общем вы поняли что от этой формы я реально балдю и теперь что у нас по материалам смотрите это лакокрасочное покрытие чем-то похожее на какое-то из лакокрасочных покрытий зовы она достаточно толсто лежит и это эдакий такой глянец при этом у нас отдельные панели для основных кнопок и здесь смотрите какая фактура мощная для защиты от проскальзывания ну дно шершавая она и в африке шершавая ну и логотипчик зигин я так скажу мне нравится эта мышь она смотрится в определенной степени по офисному она теряется на черном ковре но при всем при этом у у нее нет дырок у нее нет ргб и она так хорошо входит в руку она такая плотненькая большой палец у меня становится чуть влажным и прилипает к этому месту ну просто цепкость просто на запредельном уровне я просто вот сейчас протру руку положу кончики пальцев и смогу ее просто поднять это классно мне не нужно напрягать сильно руку у меня рука с этой мыши не становится в раскоряку она не требует от меня рук пианиста она блин классная и эти материалы тоже классные и они настолько олдскульные что я просто с них балдю органы управления основные кнопки отдельные панели у нас здесь нету диких ложбинок под большой палец для меня это не проблема я играл на опоре у нее вообще по моему центральная часть более покатая у лоджитека тоже не особо какие тут что называется ложбинки под ваши пальцы никуда с такой фактурой ваши пальцы не съезжают ничего здесь не закусывается все хорошо здесь полностью отсутствует при travel здесь минимальный и очень упругий пост travel смотрите от начала хода до конца клика это просто мизер и клик по-хуановский четкий прогнозируемый вы знаете его окончание и ваша подкорка мозговая понимает когда начинать следующий клик то есть вы вот расслабили палец и вы уже четко знаете когда жать это хорошо подойдет тем людям которые используют кликерные режимы ведения огня дмр очки по одному выстрелу калашик по одному выстрелу и так далее и тому подобное а баканчик ну просто послушайте я без проблем могу несколько минут держать однородный ритм это очень редко какие мыши мне это позволяют при том что вы не слышите прям вот разрыва воздуха вы не слышите этого дикого звона схар характерно для хуаночек они тихие они даже чем-то отдают тактовыми кнопками чем клик мне очень понравилось как он реализован отсутствие люфта отсутствие вообще каких-либо люфтов мне вообще этот клик очень нравится я бы его в некоторые моменты даже сказал что это один из лучших кликов вообще на рынке даже лоджитек овские клики там g303 ну вообще ни в какое сравнение мне очень нравится проработка этих кликов боковые кнопки смотрите я просто кладу руку и вы видите как вот эта фаланга заезжает за переднюю боковую кнопку это означает что в пальцевом в ладонно пальцевом в когтевом хвате ваш кончик большого пальца будет строго по центру ему никуда не придется тянуться вы можете работать как с передней так и задней боковой кнопкой вообще без каких-либо проблем места под большой палец достаточно кнопки спокойно нажимаются слайдом единственный к ним вопрос у меня вот они так плавно друг дружку перетекает ну побольше бы дифференцировки вот здесь вот бы какой-нибудь уголочек и с этой стороны какой-нибудь уголочек и было бы просто пушка насчет нажатия и при тревела передняя боковая при тревел полностью лишен а задняя боковая при тревел упругий но растет от центра к этой части но эта болезнь такая определенная зовы смотрите сами и соответственно задняя боковая при тревел очень упругий и общение ощущается отличные боковые кнопки по своему положению единственное нарекание нужно добавить дифференцировки что у нас по колесику оптика 24 позиции такая болваночка и смотрите ширина этой болванки ровно в два раза уже моего пальца это не очень удобно когда нужно на нее прожимать она такая достаточно ощутимо для вашего пальца и происходит определенное наминание в остальном отсутствует горизонтальный люфт люфт присутствует по оси хода но только между двумя бугорками что называется прокрутки как только вы сделали шажочек она четко фиксируется между двумя бугорками энкодера колесо громкая и вы знаете я не знаю говорить о нем что вот это минус да наверное минус колесо реально громкая но такое же громкое как в зоуи я вот не буду говорить за все модели я скажу что у меня было вот прям вот с и c2 evo белая глянцевая там вообще был дубак я разрабатывал где-то две недели колесо он был настолько тугой настолько громкий и вот когда мне говорят но у зоуи потише я говорю ребят я видел зоуи которых погромче какую зоуи мы возьмем за эталон вот такие вот дела колесо мне очень нравится кроме нажатия но это скорее всего из-за болванки колесо нажимается но вот прям наминает большой палец что по развесовке ну центр поднимаем ничего никуда не колонит дальше по весу мышь по ощущениям ну процентов на 5 тяжелее чем g pro wireless но на самом деле даже если бы она восила весила 80 грамм я бы никакого проблемы здесь не видел здесь главная проблема это кабель как бы ты не уменьшал вес этой мыши этот кабель все запорит к херам поэтому все отлично никаких проблем нет ну и сенсор а кстати здесь можно использовать лот но пролод я расскажу более короткой версии моего обзора там будет все показано также как зоуи выключаете мышь зажимаете кнопкой определенную комбинацию вставляете и у вас лот меняется pixar 3389 отличный сенсор зиген вообще никак вернее никси совсем никак его не убили и никак его не повредили эталонный сенсор мой любимейший оптический сенсор по сравнению с 3360 избыточный наверно даже 3360 и сейчас топчик в общем о нем сказать нечего кроме того что он великолепен ну и в целом какое заключение у меня-то по мышке мышка это то что чем должна была в конечном счете стать зови в наши дни пока не занялась какой-то трихомуди и херней я ощутил полный олдскульный восторг она такой вот фантом на черном кабеле на черном ковре вы его никак не ощущаете но когда вы берете ее в руку все сразу становится на свои места колесико это инструмент клики это инструмент боковые кнопки это инструмент в игре она ложится в вашу руку так как нужно пользоваться инструментом как хирургический инструмент у него нету rgb нету блин дырок но вот это поблескивание высококачественной стали это может быть мой субъективизм предвзятый возможно у нее больше косяков чем кажется но несмотря на все эти косяки которых я заметил только кабели возможно ножки это мышь для меня сейчас у практически номер один она вот сейчас убрала ее на полку я еще буду думать как решить проблему с кабелем и если я пойму что вот блин жизнь жить не жить без этой мыши я решу кабеля вот эту проблему кастомным и просто буду на ней сидеть но это просто топ-3 моих любимых мышей джи провалилась con pure ой и вот это не буду давать каким-то из ним места просто скажу что они достойны и и и и и